С утра у Керченского морвокзала собираются люди. Внимание приковано к новому катамарану, который прибыл в Керчь с первым техническим рейсом. У команды отличное настроение, сюда добрались за два с половиной часа вместо планируемых трех. Судно новое построено по современным технологиям. Раньше курсировала на линии Анапа, Сочи, Гагра. Катамаран сингапурской постройки, середины 90-х годов. Основные технические характеристики 40 метров длина, 11 метров ширина, 2,5 метров осадка. Пассажиров вместимость до 300 человек. Судно отличается высокой комфортабельностью и надежностью. Катамаран представляет собой двухпалубное судно с кондиционированием и пассажирскими салонами, имеющими панорамное остекление, удобные кресла, бары, радио и телевизионное оборудование, места для хранения багажа, санузлы на каждой палубе. В общем, все, что необходимо пассажирам для приятного путешествия. А ходовые характеристики позволяют обеспечить хорошую устойчивость на воде. Судно спокойно выдерживает трехбальный шторм. Пассажирам обеспечено три часа комфорта. Пассажиры принимаются в основном с ручной кладью, то есть он не предназначен для перевозки большого объемного багажа. Значит, скорость по... средняя крейсерская скорость перемещения где-то в районе 20 узлов, это порядка 35 километров. Максимальная скорость до 32 узлов, это порядка 54 километров. Керчаи не сожалеют, что первый пассажирский рейс пока перенесен. Поехали бы хоть сегодня. Сочи-1 даже визуально отличается от того транспорта, который привыкли видеть жители города. Прокатиться хочется. То есть уже планируете поездку? Ну, не сегодня, но в дальнейшем, да. Почему бы и нет. Жалко, что сегодня отменили рейс, а вообще очень хорошее транспортное сообщение. Раньше сходили здесь катера, и было бы неплохо, чтобы все это возобновили. Раз в пару лет ездим, и вот пару лет назад и в Анапу ездили, только через переправу. Теперь это будет гораздо удобнее. Очень рады, что у нас теперь будет возможность путешествия по морю, проведать родственников, проведать друзей. Это просто большое счастье. Хороший, мощный, яркий, радостный. Просто несет все светлое в себе. Я думаю, хочется сесть и уже плыть. Не смущает даже стоимость билета – тысяча рублей. Альтернативный путь в Анапу – автобусом или поездом. Но это пока неудобно из-за пересадок. А тут приятное путешествие. Ну, в принципе, я думаю, мы не каждый день будем ездить, а все-таки в плане отдыха, то можно позволить себе раз в год съездить. И в Сочи поближе, и я считаю, что это приемлемо. В итоге содержание такого транспортного средства тоже влечет за собой большие расходы. Сочи-1 – одно из двух суден на новой линии. Сюда добавят также катамаран Сочи-2. Два одинаковых парохода – Сочи-1 и Сочи-2. Планируется совершать один-два рейса в день. Точная дата первого рейса пока неизвестна. Решаются технические детали, но, скорее всего, его пустят уже в первой декаде апреля. Продолжение следует...